Привет, меня зовут Самар и я в Македонии, столица Скопья. Здесь холодно, местами совочек такой, но здесь очень неплохой жилищный фонд. Вот такая вот квартирка, и такие квартирки в основном даются, такие квартирки, стоят 20 евро в сутки. Это не дешево, как по мне, но это разумные деньги. Квартира с залом, двумя спальнями, спальня номер 2 и балкончиком в километре от центра, с минут 15 пешим ходом, новый райончик. И от этой страны, этого города, у меня пока что очень-очень-очень смешанные впечатления. Надеюсь, дальше они будут приятнее. Местами Скопья, это такой прям советский салон, как будто КПЖ для другие районы Харькова, Киева и Днебра, причем лет так 20 назад. Местами Скопья, это какой-то рим на минималках, колонны-фонтаны, фонтаны-колонны, нифига не Александр Македонский, пафосное казино, наверное, будет еще казино. И очень-очень-очень-очень-очень-очень много памятников. У меня такое ощущение, что просто если ты живешь в Скопье, тебе не поставили памятник, то ты просто лох какой-то. На самом деле, за всем этим пафосным помпезным центром Скопья стоит история о банальной коррупции. Бывший пемьер страны расписал красивый большой план по модернизации столицы, построил пару зданий, набережную, а потом скрылся в неизвестном направлении с кучей денег. Смотрится сейчас тут довольно нелепо на фоне остального города, а местные жители в шутку прозвали Скопье Диснейлендом. А местами такой старый полуевропейский, полутурецкий городок с узкими улочками, очень даже симпатичный. Пока вы смотрите на улочки Турецкого квартала и на другие интересные мистоскопки, я расскажу вам о том, что вообще страна такая Македония, да еще и северная. Если вы никогда не слышали о такой стране, не переживайте, это не у вас проблема с географией, просто страна очень молодая. Она образовалась в 1991 году, когда распалось такое образование, как Югославия. И не успела страна образоваться, как тут же влезла в конфликты. К счастью, не в военные, а всего лишь в конфликты по одному названию. Дело в том, что Македония это вообще название большой такой области, которая большей частью находится на территории Греции. Поэтому греки очень взмутились на то, что появилась такая Македония, возмущаются только до сих пор и называют страну Скупи. А еще греки с македонцами с пор спорят о историческом прошлом. Дело в том, что македонцы пытаются присвоить таких личностей, как Александр Македонский, например, но Греция очень против. Поэтому в центре Скопки стоит памятник Александру Македонскому, но никто его не называет Александром Македонским, он называется просто всадник. И так с кучей моментов действительно молодая страна, но пытается строить из себя страну с богатой историей, богатым наследием. А при таком соседе, как Греция, у которого действительно богатая история и богато наследие, это сложновато. После Скопки мы поехали в город, который иногда называли не иначе, как жемчужиной Македонии, Вохрид. Мы приехали в Вохрид, говорят, это самый крутой город Македонии, и я уже в это верю. И нас встретили хлебом, и, ну, скажем так, почти ссорью. Ох, хо-хо, огонь. Охрид действительно оказался самым крутым городом Македонии. Казалось бы, да, небольшой городок, пара километров на пару километров. Но мы прожили в нем месяц, даже чуть больше, пять недель. И за эти пять недель он совершенно не надоел. Он потрясающе красивый. В нем глял архитектура. В нем куча каких-то закоулков, двориков, местечек, которые открываешь для себя, живя там даже уже не один, не два дня и даже не одну неделю. В нем много старинных клевых церквей. Это, кстати, главная спрещательность. Охрид еще называют городом. То ли ста церквей, то ли тысяча церквей. Но главная спрещательность Охрида – это Охридское озеро, на греху которого город, собственно, и стоит. Оно безумно красивое, оно очень чистое. И летом, говорят, здесь просто все забито купающими себя, отдыхающими. К сожалению, зимой покупаться не удалось, но гулять до него и смотреть на водичку – это одно удовольствие. Охрид нас не мог, что ты ста, что не стих, что не стих, что не стих, что не стих. Кроме церквей, я советую посетить в Охриде два места. Первое место – это крепость, которая стоит на холме. С нее открывается просто офигенный вид как на сам город, так и на озеро. А второе место – это дом-музей одной зажиточной македонской семьи. В нем можно посмотреть, как жили македонцы сотни лет назад. Богатые македонцы, конечно, я думаю, простые македонцы жили чуточку поскромнее. Субтитры создавал DimaTorzok В Охриде мы встретили Новый 2021 год. И тут стоит отметить, что в Македонии празднуют больше не Новый год, а Рождество, точнее Два Рождества. Западная Европа близко, поэтому празднуется 25 декабря, но сами македонцы православные, поэтому празднуется и 7 января тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 1 января, я вышел в город и охренел, столько людей здесь не было. Да сколько я здесь, столько и не было. Такое ощущение, что съехалась вся Македония, а также немножко Албании, Греции и, возможно, Сербии. Все забито полностью. Негде сесть кофе выпить, пирс забит, все забито. Зато в горах снег выпал. Из Охрида мы на 4 дня переехали в Бетово. И я за эти 4 дня ничего не поснимал, потому что были тучи, туман, дождь, какое-то говно. Да и снимать особо нечего городок. Так себе. Но сегодня Это, ребятки, первый мой снег с Непала. А если брать, если не считать один день на перевале, то мой первый снег за почти 4 года. И из окна из теплой квартиры это даже красиво. Единственное, что я поснимал с Бетоли, это вот эта церковь. У Лужочины понравилась такая зименькая, интересная. А так, действительно, городок и городок. Типичная застройка начала 10 века. Ничего интересного. Мы приехали из Бетолы в Охрид, и снег приехал в следом за нами. Но в Охриде это все смотрится гораздо симпатичнее. Прям такая зимняя сказка. Минус 5 и снежок. Да, минус 5 здесь самые большие холода. В принципе, холоднее не бывает. Под конец этого видео я хочу сказать, что Македония интересная страна. Да, она не производит какого-то вау-эффекта. Здесь нет каких-то мест с мировым именем, типа Эрихлевой башни или Колизея. Но, тем не менее, она очень уютная. Здесь есть что посмотреть. Здесь есть куда съездить. Здесь красивая природа, горы и озера. Здесь интересные города. В общем, при случае я бы световался взглянуть. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующее видео будет уже Албания.